И так, всем привет! С вами, как всегда, я дезертир, в общем, сидя лайнстрим, пошёл, надеюсь, у всех всё хорошо со мной. Этот, как вы можете заметить, есть новый, так сказать, член нашей команды, моя база самую малость развелась, в общем, она стала чуть-чуть больше, чем была до этого, и всё, короче, говоря, круто, и все дела, вот. Вот. Такие вот дела. Боевой дух персонала прям радуется, он прям поднимается каждый раз, когда я прихожу сюда. Вот. В общем, моя база самую малость развелась чуть-чуть, ну, как сказать, вот смотрите, вот там вот есть отдел, тут вот есть отдел, вот там есть отдел, тут отдел, вообще центральная база там и так далее, да, там. В каждом месте это либо разведка, либо медики, либо ещё какая-нибудь хренатень, в общем. Ну, в целом, если пояснять, ну, давайте расскажу. Здесь у меня, короче, находится база разведки в два здания. Здесь база, я уж не помню, какая, платформа поддержки, да, вот точно. Здесь техники, научно-исследовательская платформа. Здесь, короче, платформа боевого отряда, то есть тех ребят, которые высылают различные там миссии, за которые платятся деньги. Здесь платформа медотряда, который там лечит и так далее. Здесь платформа развития базы, которая, собственно, эту базу строит. Ну, естественно, главная база. Вот, для путешествия по этой базе мне выделяют три варианта путешествий. Либо мне ехать на внедорожнике, либо мне ехать в коробке, вот. Либо на вертолёте, естественно, я тоже могу поехать и такие вот дела. Вот, а ещё я, наконец-то, взял для своей мега-снайперки хорошее приспособление в виде глушителя. И теперь у меня вся уже с глушителем. Такие вот дела. Вот, но это всё по мелочи, как говорится. Самое главное, что мне нужно, это, естественно, вызвать сейчас вертолёт и пойти по какому-нибудь заданию, которое вы, скорее всего, хотите увидеть. Ну что ж, переключаемся в обычный вид. Надеюсь, у вас не будет лагать. Надеюсь, у вас всё будет хорошо. На всякий случай, пока я тут жду вертолёт, я проверю кое-что быстренько на стриме. Если быть точным, на всякий случай, я просто сделаю вот так вот. Сейчас мы быстренько кое-что организуем, чтобы всё было классно, чтобы всё было хорошо и всё такое. Так, гудгейм. Поехали. Добавить чат. Вот у меня пишут, что началась трансляция, все дела. В общем, всё хорошо. Так, и быстренько добавляем чат с гудгеймом попутно. Ну, по крайней мере, нет. Естественно, вы его не увидите, ни тот, ни другой. Но для меня, чтобы смотреть периодически, кто что мне пишет. И периодически вам на те или иные вопросы отвечать. Ну что ж, поехали дальше. Так, вот, всё стабилизировалось. Всё у нас хорошо. Так, что-то мне не нравится момент вот этого прохода. Отдохни. Вот, у нас есть здесь разные солдаты. Но я стараюсь в основном брать в команду от А ранга. То есть, как только я вижу А ранг, я беру чувака в команду. Ну, в общем, мы сейчас увидим, как происходит задание. Я пойду на следующее задание, после того, которого я остановился. Поэтому те, кто меня смотрел до этого, ничего не пропустят. Четвёртая серия, по идее, выйдет относительно скоро. Это будет пятая серия, соответственно. И, в общем, такие дела. Да. Вот молчуня наша прошла. Прошла в самолётик-вертолётик. Ладненько. Ну, пойдём мы, скорее всего, не знаю, с ней, не с ней. Сейчас поглядим на это дело. Так, используем задание. И давайте посмотрим, какие у нас есть задания. Пойдём, пойдём. Мы куда? Что мы делали в последний раз? Сейчас надо вспомнить. Так, путь героя. Устроите командиры подразделения. А, мы, по-моему, последний раз, где прячется жало, делали. Да? Агасики, да, 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 да. Проводят экстренное совещание дальше будет. Ну, давайте как раз на совещание пойдём. Так, кстати, что нам тут на этом задании надо сделать? Я немножко просмотрел. Я немножечко просмотрел. Давайте посмотрим, что нам там надо сделать. А, кровавая медь. Вот она. Так, командир эвакуирован вместе со своими бойцами. Разговор трех командиров дослушан до конца. Из города Гвандай эвакуированы два пленника. Ну, давайте, во-первых, найдём сначала город Гвандай. А, где он у нас здесь вообще? Так. Вот это что у нас за город? Ну, понятно, что это... Так, высокий уровень. Так, казармы Вахсинт. Хорошо. Это деревня Виало. Это деревня Шаго. А где город Гвандай? А, Гвандай Кхан. Вот он. Город Гвандай. Итак, мы начнём с вот этого места. И оттуда уже пойдём дальше. Так, вот наше весёлое молчунья. Нам предоставили даже джип. Но нет, транспорт мы уберём, я думаю. Хотя. Хотя, хотя, хотя. Знаете, мы транспорт возьмём с собой. Так, начать миссию. Сделаем это вечером. Я думаю, что всё будет хорошо. Собственно, есть у нас теперь три напарника, которые на выбор. Ну, по сути, четыре, но как таковых три. Первый это лошадь, на которой мы будем перемещаться, естественно говоря. Второй это наш верный пёс. Так называемый Дидог. И третий это молчунья. Четвёртый это, собственно, такой робот-бегун. Но, в общем... Я не знаю, я с ним пока не ходил, но... Это так. Вот, сейчас наша задача уничтожить всех троих, либо забрать их с собой. Но у меня без разницы, как бы... Я могу их и забрать, и уничтожить. Это мне ничего уже не даст. Кроме денег в итоге. Поэтому. Давайте сейчас отметим город. Вот так. Отлично. Из него нам надо забрать пленников. Я, правда, не знаю, где они сейчас находятся. Поэтому нужно будет посмотреть на это дело. Просят ликвидировать трёх командиров. Давайте пошлём нашу молчунью сразу осматривать... Где у нас вот поддержка напарников, шпионаж. И давай-ка, осмотри-ка ты, Гвандай, как раз-таки. А мы побежим вперёд. Вот, молчу, не побежала по своим делам. Сейчас она осмотрит здесь всё. Мы попутно подходим вот сюда вот. И будем осматривать тоже... Всё, что же здесь находится. Поглядим, может, кого ещё удастся забрать. Но в идеале отмечаем, скажем так, сотрудников А+. Оп, один есть А+. Так, вот тебя надо пометить. Тебя надо пометить. Больше я пока что здесь никого не вижу. Агась, молчу, не отметила нам ещё двоих человек. Так, ты у нас не ахти. Вот, меня интересуешь вот ты. Так, и ты тоже не ахти. Хорошо. У вас двоих можно убрать. У вас не жалко. Так. Так, так, так. Так, мы бежим дальше. И молчу, не возвращается на своё место. Отлично. В принципе, она больше никого не нашла. И это значит, что всё тихо, спокойно и прекрасно. Так. Внешнее задание, кстати, у меня ребята выполнили. Это прям ещё замечательней. Так, я думаю, на самом деле можно ей поручить. Целься. Поехали. Ну, молчу, не что ж ты так криво-то? Эх, молчу, не молчу, не. Опс. Откуда я? Я не могу понять никак. Ой-ёй-ёй. Ай! Как-то всё криво прошло. Оу, что-то тут снайперов-то прям сколько сразу развелось. Оу. Да. Как-то не так пошло. К сожалению, я не понял. Ну, видимо, молчу не попало в каску. Это странно. На самом деле она обычно попадает в лицо человеку, но окей. Давайте мы тогда сами сейчас это сделаем. Как-то мы полностью ляжем. Надо присмотреться. Я надеялся, что она попадёт, но видите, как бывает иногда. Так, и... Сейчас мы попробуем сами туда попасть. Но он загораживает себя лучом. Что не есть хорошо. Зато, возможно, кто-нибудь из этих, скажем так, не загораживает себя лицом. Лучом, точнее. Почему лицом, непонятно. Так, у нас всё ещё осталось, я надеюсь, человек вот тут хорошего ранга, да? Ну, видимо, да. Так. Можно по тебе попасть, это ё-моё. Давайте подберёмся поближе. Надо убрать ещё вон того чувачка. Отлично. Так, бежим, 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 бежим. Если мы сейчас выйдем, то нас заметит вот тот чувак с вышки лучом. Нам же это не надо, правильно? Вот он по нам лучом проходит. Отлично. И мы можем обойти его сбоку. Серьёзно? В каску? Серьёзно? В каску? Я же под каску целился. Почему он в каску-то попал? Вроде всё нормально целил, но, видите, как бывает. Кто-то палит. Откуда, непонятно. Так, а кто-то, кто-то палит-то, откуда? Ух ты ж, ё-моё. Ну, ладно. Молчуни не доложил у меня об этих врагах, поэтому я их не видел. В связи с чем мне пришлось их убрать. Всё просто. Задание осложняется тем, что мне нужно найти всего двух человек на огромной карте. Это не так легко, как кажется. Особенно учитывая наличие всех врагов, которые здесь есть. Итак, выкладывай. Один пленный здесь, хорошо. В общем, он мне сказал всё, что мне было нужно знать. Поэтому его жизнь более не цена. Так, меняем положение камеры. Где у нас пленный? Где-то пленный рядом. Ладно. А, вон пленный, в 40 метрах отсюда. Кроме того, я наконец-то вижу кошку. Я уже не дождусь. Увидимся. Так, сейчас вот этот чувачевый сюда подойдёт. И мы его схватим. Иди-ка сюда. Отлично. Так, допросим. Теперь сделаем замечательную вещь. Это... Просто перетащим его чуть-чуть подальше отсюда. Так, вот у нас два пленника отображаются. Отлично. Перетащим, в общем, его вот сюда вот. Надежда на то, что здесь никого не будет. Кинем его. Эвакуируем. Вытащим ещё двух пленников и порадуемся жизни. Благо, его никто не слышал. Так. Что у нас по поводу тебя? Да не ахти ты хороший пленник, я тебе скажу. Хорошо, эвакуируем и тебя, раз задачи нам так предлагают сделать. Кладём его. Эвакуируем. Эвакуируем ещё вот того чувачка, который находится пониже. Для этого нам нужно будет, скорее всего, убить того охранника. Ой-ой-ой-ой. А нас палят вон оттуда аж. Не, можно, конечно, приказать молчу и не снести ему башку, но, блин, я не в курсе, как там стоят дела, к сожалению. Так, можно ли... Да, можно спуститься ниже. И достать нашего пленника. Отлично. Пленник, ты у нас как? Ты кто у нас такой? А, тоже не ахти. Ладно, давай тебя заберём. Так. С пленниками покончено. Убрасываем пленников. Забираем попутно наше снаряжение, которое находится вот там. Можно и так. Всё может быть, но у меня вроде всё норм в целом. Не знаю. Сейчас проверю, секундочку. Сейчас специально просто возьму, выйду, на всякий случай, отовсюду, где могу быть. Не знаю. Ну, по идее, не должно. Так, ой. Ой. У меня игра запустилась в окошечке. Вышел, называется. Так, давайте тогда параметры графики. Полный экран. Экран без рамки. Да. Да. Теперь ещё раз полный экран. Да. Сейчас игра прогрузится, отца, отца. Вот. Всё, прогрузилась. Вроде больше не лагает. Ну, по крайней мере, у меня и не лагало. Не знаю, как у вас сейчас будет. Будет ли она как-то лагать или нет. У меня вообще сейчас... Знаете, какая у меня основная проблема в МГС? У меня почему-то залипает клавиши клавиатуры. То есть, все кверти, то есть, все верхние, да? И все нижние до буквы G. Вот проблема. Поэтому у меня персонаж может случайно пойти, там, не знаю, в какую-нибудь сторону, не ту. Это так напрягает, если честно. То есть, я, например, не хочу, чтобы он туда шёл, но нет, он туда идёт. Ладно, давайте возьмём молчунью. Так, напарник, шпионаж. И у нас... Где же у нас тут? Ага, вот она. Деревенькая там. Как раз туда сейчас прибывают тихонько наши офицеры. Вот, поэтому мы должны там перехватить. В идеале, подслушав их разговор, я надеюсь, что у меня получится добраться туда таким образом, чтобы прослушать ещё их разговор. Тогда будет всё прям замечательно. Я выполню ещё одну дополнительную часть задания. И будет всё супер. Молчу, не потихоньку выдвигается. Я тоже. Так что всё будет хорошо. Вот, она уже потихоньку обследует нам там всё и вся. Ну, это облом, конечно. То, что меня двое заметило. Это уже ранг мне понизит немножко прохождение, но... К сожалению, иначе я никак не доберусь до нужной мне точки. Как его перешвырнуло-то, а? Садись, Снейк. Ну, что значит по неизвестному? Я позаботился о том, чтобы она не работала. Ну, хотя да, для них-то они неизвестны. Это только я знаю, что я их вырубил. Всю связь. Итак, мы, по сути, почти добрались. Благополучно нам оставлен... Нашей доброй подругой... И глушитель и всё прочее. Так что мы сможем более или менее нормально убрать... ...всех врагов. Давайте выйдем. И оценим здесь обстановку. Так, ты мне не интересен. Значит так. Ты мне... Ты вообще, короче, кукла. Ты мне не интересен. Так. Ставим маркер. Всё, нам туда. Я не знаю, правда, почему нам вот сюда показывается, но нам не туда. Нам нужно прибыть вот сюда. Так, молчу, не ты у нас где, интересно, кстати. Или она ещё не добежала. Вот тоже непонятно. Так. Поддержка напарника. Шпионаж. Молчу, не ты где? Агасики, хрен там. Это кукла, ребят. Не ведитесь на такую хренотень. Они, короче, начали использовать различные фишки. Типа вот этой куклы. Сейчас мы посмотрим, есть ли здесь наши генералы. Хрен там. Генералы уехали. Навряд ли они ещё не приехали. Поэтому основную задачу мы немножко не выполним. Так, она теперь будет искать генералов. Хорошо. Генералы разъехались по своим местам. Один остался здесь. Сейчас будем искать генералов. Хорошо. Ну, главное, что я вытащил. Так, это кукла. Это не кукла, хорошо. Генерал, думаю, что он внутри, скорее всего. Тут есть, опять же, два варианта. Не можно их перебить. Либо тащить с собой. Давайте его придушим, малость. И эвакуируем на фултоне. Так, он мне рассказал, где остальные два генерала. Есть вероятность, что он сейчас 70% вероятность, что его доставят. Остальная процентная вероятность, что он умрёт. Так. Зоя-2 тебе больше не ответит Как и любая другая девушка Так, а теперь нам нужно Вот два других края Блин, это почти километр разницы В ту и в другую сторону Знаете, давайте я все-таки возьму свою машину обратно Возьму там припасы, которые мне оставила моя хорошая подруга И перемещусь вот, наверное, на ту точку, где 990 метров Так, а какое у нас там еще задание? Так, разговор трек командиров дослушан до конца Ну, мы это уже никак не сделаем И второе задание с четырьмя охранниками мы, скорее всего, тоже не сделаем Хотя, хотя, все возможно Посмотрим Так Почти добежали до дополнительного глушителя Вот, отлично Глушитель мы подобрали Так, и садимся на наш веселый-привеселый джип Который нам уже не раз помог Потому что нам еще раз Давайте сначала все-таки вот сюда поедем Потому что здесь по метражу ближе А потом уже и на вторую точку Убивать, так сказать, второго капитана А вот Езда по тресеченной местности штука довольно-таки опасная Да и езда по дорогам, в принципе, здесь в этой игре штука довольно опасная По причине частых патрулей, которые здесь периодически появляются Вот как раз они меня заметили И, скорее всего, отменили свою встречу Поэтому Смотрите, вот, пожалуйста Вот еще один патрульный будет здесь сто пудов Их лучше, конечно же, объезжать По возможности Так Машину иногда чуть-чуть уносит Поэтому я, к сожалению, не всегда Могу ее полностью контролировать Периодически могло что-нибудь вписываться Но надеюсь, что этого будет как можно меньше Так, 200 метров у нас осталось 200 метров примерно Сейчас поглядим, что у нас там есть интересного У нас улучшаются потихонечку отряды Ну что ж, вот эта база На которую нам нужно обязательно, естественно, попасть Давайте аккуратно спустимся вниз Хотя я и аккуратный спуск вниз Это, конечно, то еще словосочетание Так Давайте сделаем молчунью опять-таки Хорошим шпионом Она очень качественно проводит шпионские миссии Что-что, как говорится, и в этом ей не откажешь Она очень качественно Узнает местоположение любого врага Ну, за исключением тех, которых она, конечно, совсем не видит Но, по идее, в большей степени она очень полезна А главное, что она передвигается на огромные расстояния Намного быстрее нас Как видите, она очень быстро движется Прям шикарный напарник, я бы сказал Но да мы не об этом Мы как раз о том, что нам нужно куда-то двигаться Так, это живой Хорошо Это не игрушка Как было раньше Так, вот она нам уже рассказала, где парочка врагов находится А мы, тем временем, можем попробовать Убить этого охранника Ну, как вариант Ой, что-то там прочесалось у него Зачесалось Скорее всего, он Не захочет с нами Хорошо общаться Решит пройтись Прогуляться Она может его убить Я думаю, что мы его Надеюсь, она не решит его убить Молчунья, зачем ты так? Ты чуть ему башку не снесла Так, командир зоды и казармы Хорошо Ты ничего не знаешь Ну, ладно, ничего страшного Итак, командир Он за бронемашиной находится Ну, или чем-то в этом духе Скорее всего, за радаром Большой вероятностью, это как раз радар Ну, мы Не отчаиваемся Ну, кроме него Нас, по-моему, никто не видел Ну, или видел Но, в любом случае Ничего сильно страшного в этом не было Итак, давайте Аккуратно пройдем Убьем еще одного человека И нам нужно убить Этого веселого Так, стоп Где он? Откуда он меня запалил? Ага, вон откуда он меня запалил Больше не запалит Так, здесь два человека Я думаю, что убить их будет не сильно сложно Что мы, скорее всего, сейчас и сделаем Давайте просто входим сюда И стреляем по обоим Какие дела Легко и просто Ну вот Можно отсюда и уходить Со спокойной душой Хотя нет Еще остался вот этот страж Порядка Блюститель, так сказать Ненатуральный Так, а у меня, по-моему, здесь уничтожена, да? Радиосвязь Да, вот она уничтожена Отлично Я думаю, что отсюда можно взять Еще одно авто Нам не помешает И поедем уже Следующей цели Только, кстати, давайте Молчунью возьмем И направим Шпионить За последним лагерем Так, а вот что Что у нас вот здесь Вот мы сейчас находимся Тут Куандай Шагао Мне, по-моему, вот сюда вот Насколько мне не изменяет память А, мне переместили Все, я понял Тогда стой Стой, стой, стой Сейчас будет поинтересней Ну, в общем, меня опять В Шагао Точка назначения Нам туда же Теперь я могу Эвакуировать Фактически Любой груз Который здесь есть По-моему, не могу Сейчас эвакуировать Только танки Вроде бы Все остальную технику Я эвакуирую Спокойно Так, мы сейчас Получается Опять Накпоримся На этот Пункт Военный Но мы его Проедем на скорости Я думаю Что у нас получится По идее Нас не должны убить Прям в наглую Вот так Давайте Вот смотрите Они этого не ожидали Вот видите Они этого Правда Не ожидали Только Зачем мне наверх Пока Непонятно Так А можно Там Как-то Объехать Так Да По идее Можно Объехать Сейчас попробуем Это сделать Как раз Можно здесь Налево Нет Но можно Вот сюда Отлично Так Надеюсь Так Мы выйдем К нужной нам Точке Ай К сожалению Здесь был Кусок горы Которую я не заметил Здесь очень много Маленьких Различных камней Которые при встрече С машиной Делают ей Не очень приятно Так 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 А нам Нужно Полностью На Опс Тихо Снэйк Садись В авто Ты еще не доехал Так И нам Нужно Полностью Получается Проехать Сейчас По вот Этой Дороге Замечательно Там Особо Постов Не будет Плюс Там Пустыня Поэтому Все будет Просто Шикарно В каком-то Смысле Я думаю Что мы Спокойно Справимся С этой Задачей И Убьем Несколько Нежеланных Нам Людей Ну Если быть Точным Нам Достаточно Убить Одного Человека Это Офицера Отвечающего За Данную Крепость Так Как мы Там Изначально Были Я думаю Что ничего Сложного У нас В этом Не Будет И Да Опять Таки Повторюсь Что Если Проходить Миссии Таким Образом Как я Их Прохожу То есть Долго И Не Особо Местами Качественно То Можно Конечно Залипнуть В игре Не на Один Час Даже На Одно И Двух Миссиях Поэтому Все Можно Проходить Нескакими Способами Либо Вы Это Проходите Быстро И Не Получая Высокого Ранга Либо Вы Проходите Медленно И Тоже Кстати Можете Получить При Определенных Обстоятельствах Высокий Ранг Ну В любом Случае Так Мы Добрались До Точки Назначения Я Немножко Перепутал Два Места Два Объекта И Мы В итоге Сейчас В Другом Месте Но Опять Таки Опять Таки Связи С Внешним Миром Здесь У них Нету Вот Это Вот Это Пластиковые Напнутые Ну Точнее Не пластиковые А резиновые Куклы Враг Начал Использовать Такие же Куклы Как и мы Используем О чем я уже Говорил По-моему Посмотрите Вот там Например У нас Заныкался Снайпер Больше Там он Не ныкается Так Это Две Куклы Надо Посмотреть Аккуратно Где у нас Где у нас Люди Ну Теперь Смотрите Мы просто Берем Прицеливаемся И Как-нибудь Убиваем Все просто Теперь мы Берем Допустим Вертолет Рандеву Там был Снайпер Он меня заметил Ладно Сильно Больших проблем У меня в любом Суча не будет Потому что У меня есть Моя боевая Подруга Но Рисковать Не стоит Мы немножко Отойдем Из зоны Действия И вызовем Вертолет Соответственно Так Вертолет Рандеву Вызываем Прям На их базу Вертолет Придет Раздолбает За это время Я думаю Что мы успеем Парочку ребят Убить Так Стоп Пошел Минус Ай-яй-яй Ай-яй-яй Как они меня Замечают Да Так Ну Благо Моя Снайперша Очень хорошо Со всем этим делом Разбирается Вот здесь Очень плохой Чувак Он мне Совсем Не нравится Так Ты Остановись И определись Где ты будешь Стоять Упс Сейчас нам вертолет Еще поможет Пробил Отлично Ну естественно Мы подбегаем К вертолету А я не парюсь Обстреливай Что хочешь На здоровье Как говорится Вот Наша подруга Уже нас здесь ждет И мы отсюда уходим Задание выполнено Такие вот дела Такие вот дела Можно было бы конечно боекомплект взять Но Я думаю что Смысла особого в этом нету Все Мы вышли из зоны Да я в курсе что миссия выполнена Повышен куча Уровней Подразделения За то что мы вытащили Два человека Ранг Б Позывной Волк А что у меня там получается 81 тысяча Неплохо Неплохо И здесь где-то 145 Минус 27 Это Помощь Здесь тоже все хорошо Ну отлично Вот так вот Примерно так они выполняются Все эти миссии Не сложно Совсем не сложно По крайней мере Когда ты знаешь Примерно уже механику игры И понимаешь Как играть То все становится Намного удобнее Приятнее Осталат получил Детали От этого командора Возможно Ты делаешь Своё Просто Своё 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 И огромное Такие вот дела Вот Нам дают Элитного Солдата Второго Элитного Солдата И Солдатов Ранга Б И А Отлично 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 так пойдем на следующую миссию давайте конечно понимаешь я могу показывать какие-то другие миссии но я думаю что есть смысл показывать миссии по поводу женщине по поводу а по очередности именно так полковник эвакуирован все танки эвакуированы акционные силы ну давайте попробуем ликвидируйте полковника переведенного из деревни шахра ей в крепость с массой и предотвратите передислокацию танков эту крепость уже довольно сложное задание на самом деле потому что мы грубо говоря можем высадиться где угодно да то есть нам не имеет особого значения где нам высаживаться но как бы сказать смотрите вот они едут как будут сюда едут они насколько мне не изменяет память вот отсюда где-то здесь вот мы можем в принципе их обстрелять например с миномета но проблема в чем я хочу аккуратно высадиться пройтись захватить вот это все и как-то умудриться на захватить бтр и станками надеюсь нет получится я честно пока не очень уверен в том что получится или нет но думаю что можно попробовать если мы выберем так стоп транспорт мне не нужен берите его пожалуйста спасибо а сейчас мы уберем вечер вечером все миссии выполнять удобней конечно же конечно же фантомная сигара сигара сигар ускоряет ваше объективное точнее субъективное восприятие времени чем можно выкурить сигару если будет хорошо эпизод 8 оккупационные силы оккупируют они одну базу а мы что пока что продолжать ну что ж я думаю что у нас задание получится давайте мы как только сядем сразу пошлем туда молчунью она поглядит на все это дело и уже потом будем выдвигаться сами маленькую эту деревеньку тем более что народу там мама не горюй поэтому нам придется чуть-чуть чуть-чуть попотеть так поддержка напарника шпионаж естественно но выбрали точку вот да на самом деле эту миссию можно естественно выполнить без какой-либо подготовки в плане минирования дороги и прочее подобное это вовсе не обязательно по той причине что там есть минометы там есть по моему артиллерийское орудие в общем есть чем отбивать всю эту технику но я думаю что все будет хорошо так ладно эти целимся так это резинка тебя тебя мне в идеале убрать это резинка хорошо так там у нас находится довольно полезный человек здесь у нас бесполезный человек естественно мы можем забирать с собой минометы пулеметные точки но это по желанию по желанию естественно но и так мне нужен вот этот чувачок по моему да мне нужно в идеале его утащить живым я в него не попал да а я понял она в дереве путается так ладно будем ждать пока он заснет будем ждать пока он заснет другого выхода у нас пока что здесь нет оп он заснул отлично с одной стороны но с другой хреново то что сюда пришел другой чувак сейчас он попробует его проверить а мы здесь как говорится как раз подстрахуем главное успеть увести ну чуть-чуть еще фуф отлично не попали под него великолепно так аппарат находится в этом здании хорошо друзья твои где друзья твои неизвестно где хорошо без проблем можно было бы конечно попросить молчанию но я и сам в принципе справлюсь хорошо дружка мы отправили куда подальше надо идти вытаскивать нашего заложника без проблем дружи ну что значит почему потому что я я спасаю всех таких как ты можно конечно убирать всех их но я этим заниматься не планируем поэтому я думаю что тут и так все в принципе хорошо так ладненько нужно будет сейчас приказать молчание вырубить этого парня либо аккуратно пробраться чуть выше него смотрите что же у нас здесь здесь у нас алмаз тем временем так смотрим ты не интересуешь ты не виден кто у нас здесь есть еще ты тоже не интересен оба на у нас там снайпер смотрите-ка но на вышке с той стороны хорошо ну ладно ты сам попался ты сам дружочек попался так у меня кстати опять управление заглючил и я только что влево долго шел давайте попросим молчунью застрелить например вот его давай добей его агася он в каске падла такая в итоге не получилось на молчание от себя временно отвлекает внимание что дает мне плюс боюсь у вас со снайперами будет проблема потому что их здесь два с разных сторон давай стреляй молчание догляделся так так вот сейчас у нас здесь так а вот наши друг передислоцируемся пробуем молчанию поцелиться по атаковать немножечко так а мы видим его отсюда самую макушку попал ну молчу не почему ты его не сняла то ладно пока он смотрит за молчуней мы его минусуем так примерно все это дело и проходится если у вас есть замечательная напарница которая выполняет роль отличнейшего снайпера тем самым очень сильно помогая вам прохождение ну давай добей его я думаю ты сможешь бам и нету человечка и еще одного замечательно замечательно тем временем у нас появился появился не попал точнее как попасть то я попал но не совсем туда куда мне надо было так теперь мне нужно по моему вот в это здание или в какое-то из этих зданий и там уже найти нужные мне бумаги я думаю что я с этим сейчас справлюсь ага вот верхнее здание мне все таки нужно на те две точки не обращаем внимания потому что нам сказали что мы захватили лагерь что само по себе означает что живых людей в этом лагере в данный момент не существует ну что ж вот нам нужна информация которую мы сейчас будем читать оценивать и сверяться с ней я думаю что мы сделаем более нагло попробуем эвакуировать из защищенной базы наши с вами БТР и танки и 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 спасибо мне нужен конкретно маршрут отдельно каждого танка хотя он в принципе и это мне сделал и как я уже сказал я могу конечно это делать с помощью вот этого замечательного миномета хотя это по-моему пулемет не миномет миномет там был чуть выше но я думаю что сейчас я буду это делать немножко другим способом я просто посмотрю как он проедет мимо благо база находится вот здесь и уже вот тут я устрою им засаду такие дела хотя они по моему встанут на посту нет они не встанут на посту давайте пошлем тогда нашу напарницу проверить вот это место и побежим туда сами сожалению автомобиля нас автомобилем точнее нас здесь не жалуют поэтому придется бежать интересно они будут заниматься проверкой этого питания если да то могу здесь прям их перевооружить думаю что она вряд ли ладно бежим полторы тысячи метров и так много но и не так мало я думаю знаете давайте сделаем вот так задание сброс припасов нет поддержка быстро смена оборудования девокер дроппоинт давайте вот сюда закажем на девокере мы уже добежим до точки намного быстрее чем они доедут на броневике 250 метров до точки сброса наша подруга к сожалению покинула нас но зато у нас есть девокер что не может не радовать на нем то мы добежим уже намного быстрее в любом случае я думаю что две-три миссии за один раз будут вполне себе хороши итак вот наш замечательнейший девокер у него есть два скажем так сонных пистолета я понимаю как это мало ступовато звучит но давайте попробуем подняться сюда уклоняемся маневр уклонения ребята маневр уклонения отлично замечательный робот очень крутой очень мощный и очень-очень полезный так надо все таки поставить здесь маркер потому что без маркера мне немножко сложно ориентироваться на местности в плане того куда нам надо чем он приспосабливается абсолютно ко всему изменению ландшафта это очень классно фактически по любому ландшафта он прыгает бегает летает и он великолепен в общем говоря вы сами все видите я думаю что объяснять это в принципе не нужно он великолепнейшим образом ко всему ландшафт то просто просто и легко адаптируется такие вот дела давайте посмотрим что у нас что у нас будет здесь потому что я здесь не был я сюда не ходил мне интересно что здесь будет как раз давайте здесь сбросим где-нибудь нашу нашу подружку молчу недоставка еще минус семь с половиной тысяч но я думаю что она того стоит так вот одна из довольно жестких таких баз мы на ней уже были мы здесь брали жало если кто помнит поэтому не удивляйтесь здесь все фактически также единственное то что у врага теперь есть как я уже сказал вот эти вот резиновые игрушечки как-то очень хреново молчу не сбрасывают я вам честно скажу ребят хотя в целом на самом деле нормально так это игрушечка и так смотрите наши друзья как раз подъезжают мы здесь как вы видите на базе мы готовы истреблять их всех по одному так что будем сейчас этим заниматься наша основная задача это утащить все танки и утащить соответственно главного офицера единственный способ как я это вижу это перебить всех на вот этой базе и только после этого есть возможность их убить утащить с собой это единственный шанс возможность который я вижу потому что до этого момента танки утащить будет невозможно такие дела так а почему последний танк у нас находится вот здесь что он здесь забыл как-то он медленно едет скажу я вам друзья мои мне это совсем не нравится почему-то у меня ходишь задом у меня ходишь задом ладно генерал что-то пытается узнать что что ему надо интересно он увидел сам свою же игрушку и что-то запаниковал прям ладненько я думаю приказать молчу не скорее всего нет генерала мне убивать не надо молчу не генерал мне нужен живым так вот подъехал еще один танк упс промахнулись чуть-чуть и срочно уматываем пока нас не видят все хорошо будем надеяться что молчу не не убьет нашего генерала ну серьезно молчу не как ты умудрилась то ё-моё просто жесть она короче убила генерала ну блин мне придется потом перепроходить последствия это задание дабы захватить генерала с собой ладно это не так сложно просто надо будет уничтожить два танка на пограничье и потом убить соответственно часть конвоя не сложно в общем ладно этим я потом займусь ой молчу не надо было ей приказать меня атаковать прикрывай чё так ладно выдвигаемся там по ней шмаляют танки пока что в идеале надо бы приказать чтобы она отходила так сфигали у меня все нормально так а вот буря это прям шикарно за время буря я могу попробовать успеть уничтожить абсолютно всех противников при этом особо не попасться никому так это фигурка ай да ложись ты снэйк так восстанавливаем здоровьицы отлично сейчас надо будет пробовать уносить танк на Продолжение следует... О, как она вовремя мне... Э, хрен тебе! Тебя все равно подымут. Так, танк эвакуируем. Полковник, к сожалению, уничтожен. Но фактически сделал миссию. Так, как нужно. Ладно. Теперь в эту горячую зону можно вызывать наш спокойный вертолетик. Прямо сюда. И попутно, знаете, давайте еще отправим нашу парочку ребят на какие-нибудь задания. Я думаю, что они не обидятся. Так, главное не на вот это задание. Так, стоп. Что-то там жарко. Вы нам оба не нужны, ребят. Поэтому молчу не убивай их обоих. Так, я думаю, вот это. Скоро вертолет прилетит. Ай, они по мне фигарят. Эй, почему я не могу сесть? Ай-яй-яй-яй-яй. Ах, ты ж падла. Отлично. Одного она убила. Второго мы, можно сказать, вдвоем сняли. Прибавим нам немножко терроризма. А также десять тысяч денежкой. Убьем еще одну резиновую куклу. И на этом миссия выполнена. Где у нас молчуня? Вот она у нас. Я думаю, что в целом справился отлично, потому что сделал то, что не делал до этого. Это не эвакуировал, по-моему, пленных. Также не опознал полковника. В этот раз я опознал полковника, эвакуировал пленного и еще что-то сделал. В общем, боевой товарищ в молчуне у нас полностью прокачано. За это я даже получил достижения. Такие вот дела. Плюс у нас повышен уровень многих отрядов. Все просто замечательно. Вот такие вот дела. В общем, ребята, я думаю, что в принципе, в принципе, все это дело очень даже хорошо. Как-то прошло. А вот. Что мы на все это имеем? Мы имеем плюс один хороший, плюс второй хороший, плюс восемь А ранга и плюс семь и один плюс С. Три плюс С. Плюс семь или восемь Б ранга. В общем, в любом случае, хорошо. Такие вот дела. Такие вот дела. Ладненько. Я думаю, что на этом, наверное, сегодня свое веселое похождение закончу. Вот. Поэтому всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Дезертир. Всем удачи и не забывайте приходить на стримы по МГС-5 Фантомной Боли. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok